Танзания Всем привет! Вещаю все еще из Танзании, остров Занзибар, Стоунтаун или Камнегородск, по-нашему, да, столица Занзибара. Кстати, раньше Танзания называлась Танганьика, ну, страна так называлась, да, есть версия, что это название одной из рек. Есть такая речка Танганьика, переводится как глубокая вода, ну, вот, есть версия, что назвали по названию реки страну, а потом, а Занзибар не входил в Танганьику, это была отдельная страна, да, и потом они объединились, и, смотрите, они взяли Тан из Танганьики, и получилось Тан, потом Зан, это из Занзибара, ну, типа, название, которое символизирует объединение, хотя Занзибар вот так усенький, а Танганьика чуть побольше, но половину, видите, взяли из островка этого. На Занзибаре нашли довольно большие залежи, ну, тут в шельфе нефти, и, естественно, они теперь хотят отделиться, но их не пускают, и поэтому разработку нефти не начинают. Нефть очень хорошего качества, и залегает она не глубоко. Вот такая интересная ситуация. Плюс здесь ислам, Коран, а в самой Танзании в основном, значит, христианство, поэтому тоже вот у них вот эти стандартные нам знакомые, да более нам знакомые противоречия. Но сейчас не об этом. Значит, сегодня мы едем за одной из самых ярких, за одним из самых ярких видов шпинели. Это шпинель Махенге, да. А, кстати, моя экспедиция в Африку подходит к концу. Я записал где-то еще на 5-6 серий. Много видосов, да, всяких. Там что только у меня нету. И про оружие, и про Масаев, и про Анногоронгору заповедник, и про золото. Золотишко мы тоже мыли здесь. Вот. У меня в Черногории несколько крупных сделок по недвижимости, поэтому я пока поеду туда. И плюс так все совпало, здесь уже начался сезон дождей, поэтому дороги сейчас все размоют полностью. Добыча прям вся закрывается. Все сотрудники, работники оттуда уезжают где-то до конца мая. Примерно так. И меня, видите, опять преследует ремонт. Так вот, давайте сначала про шпинель, потом про саму поездку, да. Про шпинель. Смотрите картинки. Вот все, что вы сейчас увидите, это все шпинель, которая добыта в местечке, которое называется Махенге. Оно находится в Танзании. И эта вся шпинель, она имеет такой неоновый эффект, то есть она довольно ярко горит, да. Вот. При этом она имеет очень много вариантов цвета, от молочно-розового до ярко-ярко-красного. Есть красно-розовый, есть прям совсем просто вообще красный, есть так называемый джедай. Это такой красный, горящий, с немножко каким-то оранжеватым отливом. Очень подробно про что такое, про то, что такое шпинель, каких цветов она бывает. Смотрите, пожалуйста, прикрепляю два видео. Я прям делал целую энциклопедию по шпинели. Прикрепляю внизу, смотрите в описании, по ссылочке переходите, рассматривайте. Так вот, вот такого цвета и яркости, и насыщенности шпинель добывают только в одном месте в мире. Только в Танзании, только в Мохенге. Больше вообще нигде. То есть, представляете, одно месторождение в мире. Одно. И так получилось, что вот это вот сочетание красного-розового, такого неоново-молочного, это стало брендом. И вот все камни, вот в таких оттенках, в такой колористике, да, их стали называть Мохенге. И потихонечку, потихонечку цвет Мохенге стал брендом. Месторождение совершенно новое. То есть, его открыли в 2004 году. Разрабатывать так по-хорошему, по-настоящему стали только с 2010-го примерно. До этого, конечно, тоже подкапывали, но не в промышленных масштабах. Сейчас добывают в месяц примерно 3-4 хороших камешка. Это мы говорим про хороший цвет и хорошую чистоту, да. Мохенге, она вся со включениями, но хорошим считается, когда нет трещины через весь камень полностью. То есть, вот, 3-4 в месяц добывают. У меня тут одолели насекомые. Вот. Значит, и получилось так, что потихонечку само слово Мохенге стало названием, по сути, бренда для шпинели. Да, вот она такая, неоново-матово-светящаяся, красно-розовая. И это привело к небольшому конфузу и недопониманию. Многие покупатели, и мои в том числе, думают, теперь уже, что Мохенге – это название цвета. Нет, это название месторождения. И многие сильно удивляются, когда мы сдаем на сертификат эту шпинель, а там написано, допустим, красно-розовая или розово-красная, или какая-нибудь красно-оранжевая, или молочно-розовая, да. Ну, то есть, дело в том, что у разных лабораторий есть разные шкалы оценок цветов и оттенков. Я об этом уже говорил много раз. Если мы один и тот же камень сдадим в пять лабораторий, один и тот же камень, мы получим пять разных названий цвета. Там будет где-то розово-красная, тут красно-розовая, тут какая-нибудь пинкиш-редиш-оранжиш, там оранжево-красно-розовая, где-то она будет насыщенно-красно-розовая. То есть, все цвета будут разные. Но самого такого цвета, именно махенги, цвета нету. Это месторождение, где есть довольно большая палитра. Вот их все можно называть, что, смотрите, это цвет махенги, да. Но он может быть, он может очень сильно отличаться. Вот все, что вы сейчас видели, и видите, это все махенги, да. Как бы такая ситуация. В сертификате цвет махенги не пишется. Некоторые лаборатории, некоторые недавно совсем, могут стали писать как? Например, красно-розовый, потом в скобочках, этот цвет можно называть махенги. Вот это так формулируется. Некоторые лаборатории, по вашей или нашей просьбе, за дополнительную плату, это долларов 600, 1000, 2000, смотря какая лаборатория, могут устанавливать регион. То есть, там могут написать, что красно-розовый или молочно-розово-красный какой-нибудь, да. Танзания. Вот, как бы это так может звучать. Ну, в Танзании только в одном месте добывают шпинели, вообще в одном месте в мире добывают шпинели такого цвета. Собственно, поэтому это и будет махенги. Если еще доплатить и попросить, то могут написать красно-розовый махенги Танзания. Как бы вот такая ситуация вполне возможна. Так, смотрим, что я вам еще хотел рассказать. А, как открыли эту шпинель, да? Значит, на самом деле есть такая компания International Ruby Limited. Это международная компания, которая добывает рубины, соответственно, она их по всему миру ищет. Вот в том регионе, в Махенге, куда мы сейчас поедем, была геолога-разведка, и там нашли минералы, которые являются спутниками рубина. Рубина. И, собственно, туда отправили экспедицию. Рубин нашли. Рубин просто ужасного качества. Сейчас дальше вы увидите очень плохого. Но и заодно нашли вот эту вот шпинель. И там прямо в одном месте сразу разрабатывают два камня. Ну, там рядом, там в одном, за холмом, там в одной долинке разрабатывают рубина, а тут вот рядом разрабатывают шпинель. Ну, рубины вообще, они, ну, как бы, совсем не наша тема совершенно. Так, ну, вот, собственно, про Махенге чуть-чуть я вам рассказал, да. Камень этот очень редкий, добывает его только в одном месте в мире. Желающих его купить в разы больше, чем есть хороших, хорошего материала, да. Поэтому на него стоит очередь из инвесторов, из покупателей, просто из пользователей. И да, конечно, несомненно, это инвестиции, потому что, смотрите, на тысячу найденных камней три-четыре только хороших. Только три-четыре. Я дальше об этом буду говорить и буду показывать. Так, смотрим немножко. Потом там, где я машину уже нашел, я вам расскажу уже, как я добирался. Тут довольно много интересных ситуаций было. Немножко хотел рассказать про городок Махенге, но там оказалось не городок, а вообще поселок. И даже не поселок, а прям деревня. Ничего красивого совершенно. Если будете проезжать, проезжайте мимо. Вот. Но в то же время вокруг очень красивая природа. Это вот отель, где я ночевал. Отель старый, но довольно уютный, чистый. Тут вон даже паркет. Вот. И все, все, что нужно, все есть. Так вот, деревня совсем неинтересная, некрасивая, но природа вокруг красивейшая. Просто безумные красоты. Очень красиво. Горы, огромные джунгли, многоярусные. Сейчас у нас получается уже 9 утра, но еще туман стоит, потому что мы в горах. И довольно прохладно. Местные в ситерах, в пуховках ходят. Вот. И здесь я столкнулся впервые в Африке с проблемой, с которой я сталкивался в Индонезии на некоторых островах. Вот там не было еды. Вот такой круглый домик есть. Здесь то же самое. Здесь в поселке все готовят дома. Поэтому на рынке продают только сырое, например, мясо, сырую рыбу. Нету стритфуда. Вообще нету, в принципе. То есть уличной еды не существует. И есть два бара. Называется, я даже запомнил, Танго и Риверсайд. Я вчера был в обоих барах. Значит, в барах пьют пивко местные. Вот. Я уговорил мне пожарить яичницу с картошкой. Половину съел днем, половину оставил на ужин. Спасибо. Но это окей. И все. Это вся еда, которую я смог раздобыть. Супермаркетов в нашем понимании, магазинов, мини-маркетов, 7-11 нету. Просто нету. В Индонезии было то же самое. Все. То же самое. Один в один. совершенно. Так. Водитель мой уже приехал. Сейчас идем. Покажу вам. Или не покажу. Скорее всего не покажу. Вид здесь очень красиво. это водитель и водитель. У меня вот и поездки два водителя, один запасной. Ооо. А тут виды нету. Очень круто. Здесь вообще были красивые горы и всякое такое. Ну, будем ехать сейчас днем. Поснимаю. Тут места, конечно, красивейшие. у нас тут начался небольшой дождик, но я увидел отличную штуку. Смотрите, местные жители сушат бельишко. очень красиво, очень мне нравится такая погода, но для местных считается очень-очень холодно, прям вообще дубак, дубак дубаком. Мы приехали на этот, это от администрации, от правительства специально открытое место, где можно совершать сделки, чтобы все облагалось налогами. вот и здесь никого нет, Потому что сегодня очень холодно, плохая погода, нам так объяснили, что скорее всего поэтому нет людей. Это получается такой центр минеральной торговли от правительства. Они берут со всех налоги 7,6% с каждой сделки во всей стране и это все работает, потому действительно все боятся, есть они каким-то образом очень хорошо контролируют, все приходят продавать, покупать сюда, ну как все, в основном большинство подавляющее, и вот такой у нас красивый туман. Сейчас поедем дома у кого-нибудь попробуем посмотреть, и поедем на добычу. Так, сейчас расскажу про поездку, смотрите, вот сама добыча, вокруг нее находится безумной красоты, лес все очень-очень красиво, я снял сколько смог, пока ехал вот на этом пикапе, в кузове вот так держал телефон, и снимал. Вот смотрите картинки, и слушайте, что я буду рассказывать. Значит, ну, это красивее, чем на меня смотреть, да? некоторые пишут, что да знаем мы, покупайте эти камни там за копейки, они там иностранцев никогда не видели, вы приезжаете, у них там по 5 долларов все это покупаете, и в тысячу раз дороже продаете. Смотрите, тут часто бывает обратный эффект, очень интересный, они когда видят иностранца, они же думают, что мы все миллиардеры, да? Вот я приехал в эту деревню, Махенге, и мне нужно было как-то добраться до самой добычи, а там ну дороги почти нету, собственно, вообще, я искал внедорожник какой-то, и просто вот на улице вижу, стоит внедорожник, подхожу, через своего переводчика, водителя, говорю, слушай, друг, мне нужно вот это, вот это, мне нужно добраться вот туда, вот туда, знаете, что они говорили, там, миллион, или там, ну, если в долларах, там, тысячу, тысячу долларов, давай, я говорю, слушай, ты неправильно понял, я не хочу купить твою машину, это, ну, за тысячу там можно было и машину, и дом купить, да, я хочу просто взять в аренду на один день, чтобы ты меня отвез туда и обратно, тысячу, и все, вот, с трудом торговался, торговался, там, торговался, что-то долларов на 250, что ли, я, это 15 км, надо было по бездорожью проехать, это вот эффект, то есть, они видят иностранца, они пугаются, не знают, что делать, на всякий случай называют цифры несусветные совершенно, да, причем там очень много таких фантастов было, то же самое с камнями, то есть, если новичок приезжает, не знает цены, там обычно вкатывают такие цены сразу на месте, прямо вот, добыча дороже, чем в Москве, можно купить, таких историй, кстати, я знаю очень много, так вот, про поездку, это была самая сложная поездка, в плане того, как добираться, вообще, то есть, я из Зензибара сначала летел на самолете в Дар-а-Салам, это финансовая столица Танзании, и оттуда мы выехали, там что-то надо было ехать километров пятьсот на машине, и мы, блин, ехали два дня, два дня мы ехали, очень хорошего качества дорога, посмотрите, в конце там будет, где обезьянки бегают, вот такая дорога была все время, там последние только километров двадцать пять было бездорожье, ну так, грунтовка была, да, почему так долго, они вели дурацкие ограничения на скорость, 50 километров везде у них ограничения, и вот мы эти 50 ехали, плюс еще остановки, плюс там были какие-то пробки, и вот, собственно, у нас средняя скорость вышла километров 30, наверное, в час, вот, плюс я попал в ситуацию, в которую попадают часто сонные туристы, или туристы, которые там в шоке от того, куда они попали, или в восторге, неважно, это практически одно и то же, шок от восторга, да, я, когда полетел в Дар-Асалам, зашел в обменник, отдал деньги и паспорт, мне дали деньги, я взял деньги и пошел, сел в машину, мы поехали, и вот мы там неделю ездили, я вообще не вспомнил, что у меня паспорта нет, то есть я его реально потерял, получается, проехал тысячи километров туда-обратно, да, вернулся, вот, кстати, по поводу подлости и меркантильности африканцев, что они все негодяи, только и думают, как нам зунгу нажиться, я уже только в Дар-Асаламе, когда уже проделал весь этот путь, уже на обратном пути, то есть почти в его конце, мне нужно было просто на паром и в Занзибар, да, на паром нужен паспорт, я понял, что у меня нет паспорта, стал думать, где же он может быть, думал, 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 логически вычеркивал, что там в отеле, у меня не спрашивали, вычеркиваем, в администрации минералов, в это, в Махенгена добычу, у меня не спрашивали, вычеркиваем, и я додумался до того, что он в обменнике, я взял такси, в Дар-Асаламе большой город, там большие пробки, поехал в обменник, долго ехали, в аэропорту обменник, приехал, там вышла такая, очень объемная тетя, вот, килограмм, наверное, 100 авторитета в ней, и говорит мне, какая страна, имя, фамилия, год рождения, и достала мой паспорт, все сверила, и отдала мне паспорт, я говорю, сколько с меня, она говорит, нисколько, пожалуйста, больше не забывайте, то есть, видите, пожалуйста, такой пример, людей хороших, очень много везде, если бы мне сказали, тысячу долларов, я бы отдал тысячу, вообще без проблем, ну, в смысле, нет, с проблемой, но я бы отдал, потому что я был безвыходной ситуации, если бы я его совсем потерял, мне пришлось бы ехать в посольство, писать заявление, мне бы выдали справку, по которой я смог бы вернуться только в Россию, и в России месяц делать новый загранник, ну, ладно, там, со взятками какими-то, там, пару недель, да, это по-любому вышло бы в совокупности, больше, чем, тысячу, поэтому я бы тысячу отдал, и как бы они могли бы, при желании на мне заработать, но, видите, оказались люди хорошие, то есть, там в обменнике сидело несколько человек, они мне все там помахали ручками, сказали, молодец, все хорошо, желаем тебе удачи, пока, привет, и все такое, вот, хорошие люди, все нормально здесь, с этим, так вот, значит, еще один момент интересный, про который я хотел рассказать, еще когда рассказывал про бриллианты, про алмазы, да, и забыл, вот, все, что касается минералов, здесь очень жестко, четко, преследуется законом, налоговая, бдит, просто вообще на высочайшем уровне, я не знаю, как они так построили работу, вот, махенги, это хутор, это реально хутор в горах, там все сделки проходят, только через вот эту вот минеральную, ну, вот, куда мы заезжали, да, департамент минералов, государственный, все платят 7,6%, вот, прибыли, ну, как бы, и причем, они реально боятся, они реально боятся, я говорю, слушай, ну, давай к тебе домой заедем, в чем проблема, нет, нет, давай лучше вот туда, лучше туда, лучше туда, лучше туда, я не хочу проблем, мне не нужны проблемы, вот, молодцы, ну, как-то, видите, грамотно все построили, 7,6%, причем они постоянно, господи, типа, государство такое жадное, берет у нас 7,6%, я говорю, ребят, вы, вы даже не хотите слышать, какие налоги мы платим в России, вы, вы, вы просто не захотите это слушать, вот, возможно, не поверите, ну, как бы, вот, я как человек, который за легальные сделки, да, и за легальный бизнес, я считаю, молодцы, правильно сделали, то есть, они вот как-то так смогли всех запугать, что, ну, казалось бы, сидите дома, друг другу продавайте, нет, все идут вот в этот департамент, вот в это вот место, в домик этот, да, где, типа, акатики, и там все сделки проводят, еще один момент, приятный, он, значит, мое тщеславие подкормил, когда я приехал в Махенге, там вообще население, не знаю, несколько сот людей, я там встретил трех ланкийцев, то есть, мужички из Шри-Ланки, да, которые там живут уже давно, то есть, они скупщики, они скупают камни, они все три меня знают, они знают меня, знают Синерджем, знают моего партнера на Шри-Ланке, и относились ко мне с очень большим уважением, приглашали домой, предлагали приготовить еды, потому что там есть негде, я уже говорил там об этом на видео, вот, то есть, ну, это, конечно, очень приятно, то есть, наши труды, и мои приключения дают плоды, они даже сказали, что пытаются смотреть YouTube, но мало чего понимают, но картинки, говорит, показываешь очень интересные, вот, для меня это, ну, как бы, приятно и важно, а, смотрите, сейчас там дальше будет видео, мне в разное время, за два дня, привозили, показывали примеры камней, да, но чтобы их не вставлять, вот так вот, каждые три минуты, я их всех собрал в одно место, вы увидите, что там что-то я в машине смотрю, что-то прямо на добыче, что-то возле отеля, это все в разное время, в разные дни, разные люди привозили, я их собрал себе в кучу, ну, вам, мне кажется, так будет нагляднее и понятнее, это вот как раз, вы увидите, что из там горстей, всего, что показывают, хороших там реально будет 3-4 камешка, и, кстати, за них просят очень приличные деньги, махенги в цене растет с огромной скоростью, очень-очень быстро, очень быстро, в прошлом году выросло процентов, наверное, на 30-40, где-то так, я думаю, я вспоминаю 5 лет назад, почем продавали махенги, у меня сердце кровью обливается, если бы я знал, я бы не продавал бы тех камни, там по 700 что ли долларов за карат, как-то так было, так, и хочу отметить еще такой момент, но это вот то, что мне везет, да, удача, то, что я называю удачей, там в начале, вот парень, которого зовут Томас, он стоункипер, то есть, это человек, когда добывают камни, он их все забирает, и он их хранит, то есть, он хранитель этих пород, этой всей, и оказалось так, что все ушли на похороны, там осталось несколько человек, и вот среди них этот остался именно нужный нам человек, естественно, я с ним подружился, у меня есть его номер телефона, его ватсап, и я через него легально могу получать видео, фото самых лучших материалов, и через него легально, с уплатой всех налогов, это все покупать, он будет высылать в мой офис в Аруше, я говорил, что я открыл здесь компанию, офис, у меня есть партнер, и там уже все это можно гранить, и отправлять дальше, то есть, вот как бы, из всех, кто мог остаться, там на месте остался самый нужный нам человек, и Томас совершил очень странный поступок, ну вот как бы, у меня уже мнение об африканцах начинает меняться, но, наверное, у многих из вас еще нет, он сказал, мистер, я завтра утром в 9.00 приеду к тебе в отель, покажу тебе интересные примеры, породы, махенги, кристаллы всякие, не продавать, а просто показать, объясню, что мне надо для Ютуба, да, то есть, он заведомо знал, что он никаких денег не заработает на этом, сразу заведомо, и что вы думаете, в 9 утра он приехал, пустой, без ничего, и он сказал, я приехал специально, чтобы сказать, что мне кристаллы не дали, я тебе их не покажу, но что бы ты меня не ждал, я приехал тебе сказать об этом и извиниться, вот, как бы, ну, это поступок, который мы больше можем отнести к европейцу, да, вот акации, африканцы тоже бывают такие, то есть, совершенно разные люди, хороших людей здесь довольно много, и еще один момент, который тоже хотелось бы отметить, именно про людей, про людей, на добыче, вот, там, непосредственно на добыче, я стал тыкать пальцем и говорить, что вот этот кристаллик, и вот этот кристаллик, и вот этот камешек, я хотел бы, просто как сувенир у вас, купить на память, на память, да, ну, на столе положить, или на полочку там, сколько вы хотите, и большинство хотели отдавать бесплатно, а какие-то работяги, там, мужики, шахтеры, да, такие, ой, я не знаю, может быть, 5 долларов, а остальные, представьте, ну, то есть, я уже немножко понимаю, на суахиле, там, некоторые слова, и по интонации можно понять, в чем идет разговор, а остальные, представьте, начали ему говорить, ты че, ты че, отдай бесплатно, отдай бесплатно, это же наш гость, ну, прям, наезжать на него стали, и такие, там, что-то его так, руками пихать, то такой, бесплатно, ну, я, конечно, бесплатно ничего не взял, я всем дал денежку, ну, потому что я считаю, это несправедливо, ребята работали, это, как бы, ну, работяги, да, работники, и молодцы, на них-то, все держится на них, собственно, вообще, но сам факт, что им было стыдно предлагать просить денег, и им было стыдно за него, что он хочет попросить денег, это тоже очень сильно радует, вот, вокруг красивейшая природа, вот, сам поселок, я там говорил, ничего интересного, но если вы занимаетесь пешеходным туризмом, и вы с палатками, со спальниками путешествуете, где-то живете, ночуете, рекомендую, вот лес, который вокруг Махенги, просто божественный, просто божественный, я бы с удовольствием, там, с палаточками, с костерком, несколько дней провел бы, просто, ну, вообще огонь, я вот этот лес не забуду никогда, особенно, в пасмурную погоду, когда такой, полумрак, туман, ну, очень-очень красиво, вот, смотрим, собственно, на саму добычу, хочу показать вам, через какие мы едем, места, очень красиво, сейчас я попробую, о, очень красивые скалы, черные, вон там много их, и проезжали, очень красивый лес, и нам сказали, что там тоже есть шпинель, но этот лес заповедник, и что государство, ни за какие взятки, не согласилось, вести там разработку, это, конечно, они молодцы, дорога, довольно сложная, и я договорился, вот, машины, которые возят бензин, каждый день, на место добычи, вот, с ними я еду, едем, с добычей, в Махенге, вообще огонь, когда-то я еще так на пикапе поездил, вот такой тут заповедник, очень красивый, огромные деревья, громадные, не знаю, поскольку они метров, но очень высокие, и внизу, папоротники, вот эти папоротники, телефон не передает, конечно, но они, выше меня ростом, вот, и здесь такие мраморные скалы, почерневшие везде вокруг, и очень интересный момент, для меня очень важный, здесь тоже нашли месторождение Махенге, шпинели, вот, но государство сказало, что вести добычу на территории заповедника запрещено, и все, просто нельзя, отказались вести разработку, запретили, вот так вот можно еще, вот, лес огромный, мы через него час уже где-то едем, очень красивый, а дальше все, уже люди живут, это вот граница этого леса, вот табличка о том, что это заповедник, дальше уже все срубили, насколько понимаю, раньше, этот лес был тут и дальше, туда, в ту сторону, везде вообще, да, ну вот хотя бы какую-то часть смогли спасти, тоже хорошо, молодцы, потому что если, опять же, верить СМИ интернету, то, африканцы все настолько бедные и жадные, что они должны были весь этот лес срубить прям сразу, в тот же день, как только там нашли Махенге, ну в смысле шпинель, вот ребята, все иностранцы, и не иностранцы, вообще все, кто сюда приезжает, все регистрируются обязательно здесь, всегда, имена, фамилии, зачем приехал, какое число, все, все остальное, вот я, и смотрите, за все 10 лет существования добычи, здесь было еще 2 иностранца, они оба были из ЮАР, я третий, это к слову, когда вам рассказывают, что мы покупаем камни прямо на добыче, другие торговцы камнями, вот пожалуйста, где они все, тут говорят, что всего видели 3 иностранцев, я номер 3, вместе со мной, вот это у нас добыча Махенге, сейчас будем все смотреть, окей, это мистер Томас, он, у него должность здесь, стонкипер, он хранит все камни, руби интернешнл, ага, и вот у нас тут, во-первых, смотрите, есть авокадо, есть авокадо, это у них офис, из листового железа построенный, там есть, там хранят взрывчатку, камни, деньги, зарплаты, и все, все остальное, то есть самое важное место, здесь space very important, in mind, yes, so okay, what we gonna see? we are going to see at the pitch there, how deep it is, and how they are remove the dust from downwards up to upwards. okay, nice, okay, let's go. we are going to see the instrument which used to remove the dust from downwards and upwards. this is a machine which can, like, this is like a focal lift, this can go down to us to take the dust and move. это у нас машина специально электрическая, чтобы поднимать и опускать грузы туда, в шахту, сейчас мы до шахты дойдем. work from generator, and waste generator, okay, так, ну, тут, в принципе, все понятно, okay, yes, так, вот у нас получается проходит живо, вот мы сейчас у нас по бокам горы, вот у нас проходит живо, и вот она идет вот так вот, идет, идет, и вот она подо мной, и вот туда, I think it's like 50 meters, yes, где-то метров на 50-60 она уходит вниз, и вот туда дальше, how many meters long? where? yes, the pitch at... one kilometer, I think, yes, one meter, 90 meters, 900. yes, no, I mean, Spinell go far, how many meters, or kilometers? you don't know, yet? I don't know yet, ага, в общем, туда уходит на сколько-то, насколько мы не знаем, до следующей деревни, до следующей деревни, до следующей деревни, 50, 50, на 50 километров, туда, далеко, далеко, в общем, все понятно, так, это у нас от Вауы, и это где уже добыли, началось все, он показывает, вот, вот там, вот там, вот то, что сейчас по центру, вот там все началось, и получается, что жила длинная, длинная, но цвет, естественно, и качество не везде хорошее, так, идем дальше, это у нас второе место, где разрабатывают, вот, там этот, опускаем, поднимаем, да, все, официальное место, это устройство, и смотрите, здесь используют движок, от Land Cruiser, yes, Land Cruiser, в чем, вместе с сидением, вот, приключение скоростей, двигатель сам, все, good idea, good idea, вот местные кулибины, такое соорудили, ok, let's go, so, I think, you can put, put people to, inside this pot, or how you call it, yes, and put them down, inside you call it Dunganiya, Dunganiya, you can put some workers to Dunganiya, yes, people are either there, to go down, right, so, here they don't, don't use step, 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 step of this, for cliff, we are, we are two ways, we have to use this one, very dangerous ways, and dangerous ways, there are two ways, to go down, there are two ways, to go down, there are two ways, there are two ways, Это как я спускался на Танзанит, только там видно не было вот этого страха. А здесь-то все видно, блин. Мне вот сейчас даже страшно я стою. Или второй вариант, это мы посадили людей вот сюда и их спустили. Но он говорит, что тросик иногда может оборваться, что такое бывает. Но несчастный случай на стройке, конечно, может быть. Это понятно. У них тут борьба вечная с водой. Идет дождь, набирается вода. Вот там человек ее откачивает. И они перекачивают. Когда вот туда на самое дно набирается вода, да, они ее перекачивают в резервуар, который повыше. Вот там он видно его. Вот там вот, да. И потом дальше куда-то вот туда. Здесь стоят мощные насосы и каждый день им привозят бензин. Вот как раз мы же приехали, привезли бензин. Вон у нас цистерна, раскрашенная в украинский флаг. Видимо, они патриоты Украины. Здесь, как и в Вьетнаме. Во Вьетнаме кто смотрел, белый мрамор, прям белоснежный, да. Вот он. И вот в нем шпинель. И вот такие черные штучки. Это графит. Графит это то, что в карандаше, да, например, мы пишем. Это тоже графит. И вот они взрывают это все, как и в Вьетнаме. Потом кувалдами разбивают. Мрамор он же очень хрупкий, мягкий. Да, он разваливается. А шпинель остается целая. Даже кристаллики остаются. Технология очень простая. Как и с Танзанитом. Вот смотрите, дырка есть. Сверлят такие вот дырки. Туда закладывают взрывчатку. Взрывают. И потом дальше кувалдами уже доделывают работу. Это вот кусок скалы. Что ты думаешь, внутри здесь? Здесь нет. Ты можешь взять спинель или нет? Нет, ничего. Но здесь порода пустая, поэтому я просто оставил эту скалу здесь. Окей, let's go. И тут у нас сердце добычи. Это сердце добычи. Огромный какой-то генератор. Сделан из... В japan? Да. Из japanese, да? Да, японский генератор. Громадный. Как ты это привлекаешь? Хеликоптер? Нет. Стоит через машину. Белый машина? Да. Потому что нет пыль в здесь. Как это возможно? Стоит через саурабена. Белый машина. Это на каком-то... На каком-то вездеходе, видимо, довезли. Потому что дорога, по которой мы ехали, она не позволяет эту хрень огромную сюда притащить. Ну вот, собственно, тут этот генератор, и он дает электричество для подъемников. Им же выкачивают воду с его помощью. И вообще все полностью. Он обеспечивает для деревни, для поселка шахтерского электричества. Сейчас он у нас выключен, потому что сегодня работы не ведутся. Сегодня у нас работы не ведутся, потому что тоже, как и позапрошлый раз, у нас в соседней деревне кто-то умер, все ушли на похороны. Это хорошо. Сейчас бы здесь, если бы работали, стоял бы гигантский огромный грохот. Мы бы ничего не посмотрели. Ну, тут ремонтная мастерская, все стандартно. Так, немножко геологии. Вот мрамор. И здесь вот такое, сейчас я свет поймаю, зеленое образование. Он говорит, что вот когда такое зеленое, они называют house of spinel, дом spinel. Говорит, что вот если зеленое они разбивают, да, то есть если вот такое видят, там есть spinel. Но если зеленое и разбивают, там spinel очень плохого качества, которое не ювелирное, которое все во включениях и т.д. и т.п. Если, говорит, синего цвета, как у меня футболка, у меня футболка вот такая, то, говорит, там будет хорошее качество. Вот такого я не знал, это очень круто. То есть до того, как ты разбил камень, ты можешь знать точно, значит, какого качества там будет spinel. Это интересно. А, вон он нашел синюю, сейчас посмотрим. Нет, он не нашел синюю, вот он говорит, что вот когда вот такое, такое же, только синее, тут как кристаллы какие-то, да. В Вьетнаме такого не было, там прямо в мраморе в белом шпинель сразу, без дома шпинели. Он говорит, когда вот такое синее, видите, да, то, значит, надо смотреть, внутри обязательно будет шпинель хорошего качества. Ну и вот у нас новая совсем разработка. То есть здесь пока только подобрались к жиле. Откачивают воду, взрывают, откачивают воду, взрывают, выбирают материал. И, собственно, мы были вон там, получается. Живо идет туда, проходит подо мной и уходит за мной, где-то километров на 50 уже разведано. Тут, ребята, принесли немножко примеров. Вот у нас прям такой кристаллик приятный, прям в мраморе в породе. И цвет прям такой махинги, да? Он такой матово-розовый. Видно, что это из старых запасов, это не новый цвет. Сейчас идет только красный у них. Кристаллик очень хороший. Так, дальше. Вот тоже приятный экземпляр. Это прям уже шпинель юлиирного качества, но она очень мелкая. После огранки она совсем микроскопической станет. Мрамор тоже красивый. Так, и сейчас я вам покажу. Вот смотрите, то, о чем он говорил. Вот хаосов шпинел, дом шпинели, да? Вот он здесь желтый. И шпинель очень плохого качества. Она не подлежит огранке совсем. То есть это сувенирный экземпляр просто. И говорит, что когда ты видишь вот это вот синее, значит шпинель будет красивая, хорошего качества. Так, вот можно еще посмотреть. Такая красота. То есть получается реально идет шпинель. И от нее со всех сторон, то есть она как будто бы замурована, да? Как в домике. Поэтому так и называют дом шпинели. Ну, это уже не такой интересный экземпляр. Ну, все равно посмотреть интересно. Так, вот посмотрели рубины. Но они здесь очень плохого качества. Много включений, все в трещинах. И цвет прям сильно не очень. Это тоже отсюда из махенги рубины. По сути, это не ювелирное качество вообще. Так, тут у нас вот аметист по центру. Вот это я не могу понять, что это такое. Они говорят, что это шпинель, но это не шпинель. Желто-зеленое. Похоже на александрит вообще. Если это александрит, то он стоит тысяч двадцать долларов. А все, что остальное, шпинель очень плохого качества. И из нее не получится вообще ничего. Совсем. Не из одного. Ну, вот этот кристаллик, он интересный. Просто с точки зрения познавательный. Такие редко попадаются прям целые кристаллики. Но он не годится, конечно, для огранки. Он весь во включениях полностью. И у него трещины прям на весь камень. Так, вот нам показывают примеры. Это так, рабочие по карманам распихали. То есть это не очень хорошее качество. Вот. Но, в принципе, они под огранку годятся. И такие вон есть очень приятные кристаллики. Очень мелкие, конечно. Но цвет бредноват. Это мы прошли пешком чуть-чуть. И здесь прям совсем новое место. Вот его только-только начали взрывать. Но говорит, что уже получили 200 грамм отсюда. Материала. Материал. Это не значит, что 200 грамм драгоценных камней. Материал, он может быть вот таким вот. Видите? Такой кристаллик. Ну, он не подлежит огранке. Это не ювелирное качество. Примерно вот на тысячу таких попадаются 3-4 хороших. На тысячу. То есть тысяча к трем, да, идет соотношение. И вот он говорит, что рабочие до того, как начать разрабатывать, просто в земле нашли вот такой прикольный минерал. И тут тоже шпинель. Но она тоже не ювелирная совершенно. То есть это просто сувенир. Ну и, кстати, вот мошенники, про которых я рассказывал, вот такие продают за миллионы и триллионы долларов, миллиарды, да. Сдают на сертификацию и продают. Здесь это просто мусор. То есть это можно выкинуть, потому что толку с нее не будет никакого совершенно. Это порода не ювелирного качества. Тут у нас еще примеры. И я хочу посмотреть, показать вам подробнее вот этот вот камешек. Вот этот, он совсем другого цвета. Сейчас мы его на просвет рассмотрим. Ну а так, в принципе, да, цвет махенги прям узнаваемый. Такой молочно-розово-красноватый. Сегодня солнца нет совсем, поэтому все темное. Хочу попробовать рассмотреть этот кристаллик, но ничего не получается, потому что сегодня нет солнца. Он как раз цвета джедай. Я это глазами вижу, но телефон из-за погоды не берет его. Цвет не показывает. Ну вот так видно получше, да. Это вот как раз он и есть джедай. Красиво, конечно. Так, вот еще кристаллики. Вот тут какая-то голубая штука. Он говорит, что это не шпинель точно, это не мрамор. Говорит, какой-то кристалл, никто не знает его название. Говорит, мы его называем просто блю голубой. И все. Но он говорит, что вот если вот эту штуку увидишь со шпинелью вместе, то шпинелью хорошего качества не жди, 100% ее не будет точно. Но вот есть довольно занимательные кристаллики. Так, тут у нас получше намного качество. Уже идет ювелирное. И цвета прям очень такие характерные. Сейчас я по одному их посмотрю. Это прям такой молочно-розовый, хороший. Это именно классическая махенги. Видите, он такой неоновый, да? У нас очень пасмурно, прям все небо в тучах. Но вот он дает такой очень хороший цвет. И то, что включений много, это очень характерно для махенги. Оно все со включениями идет. Так, тут цвет чуть другой. Тоже такой розово-молочный, неоновый. Очень приятный. Так, и сейчас... Это вот тоже другой чуть-чуть цвет. Интересно, что разные оттенки. Здесь присутствует немножко такого морковного отлива. Но это уже прям ювелирное качество все полностью. Так, тут вот качество ужасное. Этого нам много показывают. Вот, и хорошее найти практически невозможно. Очень тяжело. Вот, в основном она вся вот такая идет. Из тысячи камней 99. 9-9-9-9. Они вот такие все. Вот еще очень интересный момент. Это тоже все шпинель. И она вся с месторождения махенги. Смотрите, сколько разных цветов. Я сейчас хочу вам парочку показать тоже на свет. Сейчас, секундочку. Очень-очень симпатичные кристаллики. Но, конечно, они слишком маленькие. То есть, после огранки они будут, там, не знаю, 0-3 карата. Но все равно интересно посмотреть на такое. Да, я думаю, что вы не каждый день такое видите. Вот. Сейчас пару кусочков рассмотрим поближе. Так, вот такого я никогда не слышал и не видел. Что, оказывается, в махенге есть сумеречная шпинель. Это самая натуральная, моя любимая, сумеречная. И, оказывается, ее тут добывают. Они прям утверждают, что ее добыли именно здесь. Не знаю. Правды нет. Но, вообще, я раньше не знал, что в Африке добывают сумеречную. Вижу это впервые. Довольно интересный момент. Возможно, я вообще первый, который об этом узнал из иностранцев. Потому что, ну, сумеречная это Бирма и Шри-Ванка. Здесь никогда не видел ее. Вряд ли она могла сюда приехать каким-то образом. Так, еще момент. Вот у нас опять типичная такая неоновая, да, махенге. Вот. Это мы уже видели, знаем. А вот такую махенге, например, мы, ну, по крайней мере, я точно, я не видел и не знаю. Я не видел таких вот. Он такой очень приятный, розовый, прям пастельных таких тонов, да. Наши ланкет называют Бэби Пинк. Вот я махенге такого цвета не видел. Мне кажется, если найти покрупнее камешек, будет очень интересно его после огранки посмотреть. Так, и вот. Тоже похожий, но оттеночек у него другой. Это какой-то уже такой розово-серый, лиловый, не знаю. Тоже не знал, что махенге такого цвета добывают. Никогда об этом не слышал, никто мне такого не показывал. Вот, смотрите, сколько сразу новостей, да, за одну поездку. Я думаю, что здесь, если здесь пару месяцев пожить, то мы узнаем очень много всего интересного и нового. Вот такой кристаллик Шпинелли, ну или кусочек. Цвет очень характерный, неоновый есть эффект. Но, конечно, он тоже не явлирного качества, огранке не подлежит совсем никак. Но все равно посмотреть на такое всегда интересно. То есть это такой сувенирный вариант больше, скажем так. А тут у нас кто? Правильно, хамелеон. Прогуливается. Очень прикольный, я чуть не наступил на него. Огонь. Такое мы любим. Они не кусают, зубов у них нету. Очень милые. Так, пусть гуляет. Так, где он? А, вот он, отпустим. Пусть идет. Это вот самое-самое новое, которое сейчас только взрывают. И вот, смотрите, тут сколько набралось дождевой воды. И вон там маленький генератор, где он, я не вижу. А, вон он. Он будет неделю, наверное, откачивать где-то. Их тут два. Второй такой же. И они смеются, что кто поставил такие маленькие генераторы. Но это невозможно, конечно. Это так. Перевод бензина просто. Птицы с уровнем мастеровки в 80-м. Прям точно под цвет окружающих шкал, один в один. Если бы она не двигалась, я бы ее и не увидел бы. Вторая попытка показать вам долину. И деревню. Это поселок, деревня. Не знаю, как тут по местным меркам. По нашим меркам это вообще хутор, который называется Махенги. Вот, на самом деле, вот там красивые горы. Много. Такие высокие прям. Но их сейчас не видно. Ну, видите, да, что все зелененькое, все засеяно. Везде какие-то домики. И, в принципе, с таким климатом, конечно, здесь никаких проблем с сельским хозяйством вообще не должно быть совершенно. И, насколько понимаю, местность никаких этих проблем с водой, с влагой не испытывает. То есть, вот внизу прям речка течет. Тут дожди регулярно, туманы очень тяжелые, густые. Поэтому вполне хорошо живут местные жители. Чтобы кушать, надо работать. Вот, если ты работаешь, еда у тебя будет. Как бы такая ситуация. Э, вы что тут делаете, а? Быстро, с дороги все свалили. Итак, иссякнет ли добыча махенги в ближайшие годы? Нет, не иссякнет. Вот. Подешевеет ли шпинель махенги? Ну, всех цветов и оттенков махенги, да? Мы сейчас говорим про всю палитру. Нет, не подешевеет. Будет расти с огромной скоростью. Это как вот те самые гранаты оранжевые. Это как турмалин параиба. Если вы смотрите, знаете, что это такое, да? Всего одно место в мире, где их добывают. Ну, вот как, опять же, рубины из Мозамбика. Одно место в мире, да? И как бы больше нету. И шансов, что найдут... Вот видите, здесь, когда формирование поверхности нашей планеты происходило, здесь вот минералы, условия, температура, давление. Все так совпало, что цвет вышел именно вот такой. И вот такой цвет, что он где-то еще в мире повторится, шансов очень-очень мало. Но даже если это произойдет, мы можем наблюдать на примере параиба, да? Смотрите, ее добывали сначала только в Бразилии, потом нашли в Африке второе место. Подешевело? Нет, не подешевело. Вот так вот идет вверх. Рубины добывали в Бирме, нашли в Африке. Подешевели рубины? Нет. Самый быстро растущий в цене камень в мире, да? Параиба, я думаю, уже его догоняет, скорее всего, по темпам роста. То же самое со шпинелем Махенги. То есть цвет уникальный, цвет очень яркий. Она вся не чистая, она вся содержит включение всегда обязательно, практически. Вот, то есть есть чистые камни, но это прям большое исключение. Очень большое, и на них ориентироваться не стоит. Хорошего материала крайне мало. Я говорил, что там 3-4 штучки в месяц находят хорошего материала, желающих купить намного больше. Как инвестиции можно отлично принимать, как украшения тоже можно отлично принимать. Значит, что еще? Ну, вы часто пишите, а могут ли возникнуть какие-то причины, по которой вот цены обрушатся? Я таких историй не знаю, честно, ребят. Ну, как бы мне незнакомы такие истории. У нас в цене сейчас что падает? Белые бриллианты, но вы извините, их, как я уже рассказывал, столетиями нагнетали. То есть столетиями Дебирс раздувал этот пузырь, вкладывал огромные деньги в Голливуд, в кинематограф, да, и как бы они вот как выросли, так он сейчас, этот пузырь, вот он сейчас пузырь этот потихонечку сдувается. В Махенге никто не вкладывает денег. Вы видели, что там иностранцев было всего 3, один из них я. Вот, кстати, еще раз хочу, да, я очень часто читаю, мне дают ссылки на всякие, на продавцов камней, но, к сожалению, много нечестных, которые пишут, покупаем прямо на добыче. Вот спросите у них, скиньте мое видео, когда увидите такое, спросите, на какое это добыча они покупают, если они там как, в роли невидимки были, или как это все происходило вообще. Вот. Ну, вот, собственно, значит, про, немножко про мои планы. Скорее всего, это последнее такое длинное видео из Африки, я думаю. Смотрите, я сейчас на 2 месяца улетаю в Черногорию, вот, у меня там, я говорил, да, в начале, что у меня несколько серьезных сделок по недвижимости, приезжает несколько друзей, я соскучился по семье, вот, и у меня появится свободное время, я буду, я хочу снять еще энциклопедии, вот как про шпинель я снимал, да, я хочу снять еще энциклопедии про турмалины, про турмалины, про сафиры, ну, про разные другие камни вообще, там работы просто немерено. Надо возобновить традицию лучший камень недели, я уж сам по ней соскучился, по этой рубрике, она требует быстрого, хорошего интернета. И у меня к вам вопрос. Черногория в плане истории, традиций, культуры, кухни богатейшая страна, там греки строили и жили, римляне строили и жили, там средневековых крепостей и полно, там просто кругом вообще история, замки, крепости, музеи. Хотите ли вы гулять, чтобы мы гуляли с вами по музеям, по развалинам, по крепостям, по совсем не развалинам, по старым городам, там в каждом городке старый город. Мне казалось, что Черногория, это как, знаете, как Турция, Египет, там была вся Россия, оказывается, нет. Я вот со многими разговариваю, говорю, Черногория, они такие, это где-то на Балканах, но мы типа знаем, а что там, как, чего, стоит ли поехать. То есть оказывается, многие не знают про Черногорию, там не были, даже в Таиланде было намного больше людей, его намного лучше знают, его культуру, да, и обычаи, традиции, чем ту же Черногорию. Поэтому напишите в комментариях, хотите ли вы цикл видосов про Черногорию, если хотите, я с удовольствием, мы там уже написали себе огромный список, куда мы пойдем гулять, что смотреть, могу снимать, и все монтировать, озвучивать и рассказывать, могу не снимать. Вот, напишите в комментариях. Вот, собственно, и я думаю, у меня есть такая еще мысль, опять же, напишите, хотите ли вы, можно устроить стрим, когда я уже пребуду в Черногорию, у меня будет стабильный интернет, про африканскую поездку, у вас наверняка очень много вопросов, вы хотите их задать, чего, как, куда, как организовывать поездку, что понравилось, что не понравилось, на что стоит обратить внимание, что стоит посмотреть, вот, и, наверное, еще можно замутить ответы на вопросы, потому что вопросов вы в WhatsApp не пишите очень-очень много, мне удобнее отвечать сразу всем в эфир. Вот, все, всем пока, не болейте, берегите себя и родных, всем привет! Субтитры сделал DimaTorzok